всем привет ребята с вами акулов иван и сегодня очень рад вам представить наш новый курс целиком и полностью посвященный теме гид и гитхаб этот курс расскажет подробно вам о том что такое гид что это вообще за система и что такое гитхаб и как с ним работать здесь мы очень подробно остановимся на всем том что вам будет нужно при работе с большими проектами или при работе с командами очень подробно также разберем такие понятия как ветки коммиты репозитории консоль десктоп гитхаб это приложение на самом деле ну и собственно посмотрим какие ресурсы могут быть вам полезны для того чтобы вы спокойно начали работать с аналогичными сервисами гитхабу поэтому не сомневайтесь этот курс вам очень пригодится он также кстати вам пригодится для вашего портфолио когда вы будете трудоустраиваться на работу в общем не сомневайтесь подписывайтесь и смотрите этот курс а я жду вас в курсе поехали итак мы с вами приступаем к изучению темы распределенная система управления версиями в данном случае мы будем изучать систему гид пусть слова распределенная сейчас вас не беспокоит потому что с этим термином мы разберемся чуточку позже а теперь давайте мы с вами посмотрим что значит система управления версиями и для чего она нам вообще нужна так представим что у нас с вами есть проект и этот проект это ракета мы с вами работаем над проектом поэтому он у нас с вами растет ну или поднимается на новый уровень мы можем обозначить нашу работу вот этим зеленым отрезком который мы можем обозначить через точки а и б если мы продолжаем работать над нашим проектом то соответственно мы потихоньку переходим в точку c которая находится под ракетой а представьте теперь что проделав огромную работу мы с вами осознаем что где-то допустили ошибку и таким образом нам нужно ее с вами найти но мы понимаем что ошибка где-то было ранее но где конкретно мы не знаем и чтобы найти эту ошибку нам придется перелопатить весь наш код а это допустим 50 тысяч строк кода что мы с вами делаем конечно мы возьмем себя в руки и проделаем всю необходимую работу но на самом деле если вы используете гид или как раз таки систему управления версиями вы можете поступить немного иначе представьте что точка а б и ц это не просто точки работы это точки сохранения нашего проекта конечно в реальном проекте они будут располагаться чаще но тем не менее сейчас представьте что это так вместо того чтобы перелопачивать весь код мы с вами берем возвращаемся в точку b и соответственно делаем небольшое ответвление от нашего основного проекта для того чтобы найти баг в том проекте который был до точки b соответственно мы сами работаем над этим багом и переходим в точку и но ничто нам сами не мешает продолжить работу в зеленой ветке из точки c в точку f то есть да у нас есть баг в приложении но например если мы работаем над каким-то функционалом который никак не связан с этим багом мы спокойно можем работать дальше а затем мы с вами после того как пофиксили наш баг в синей ветке берем и соединяем вот эти два по сути проекта в точке f и что у нас получается полноценный рабочий проект без бага и с новым функционалом таким образом выглядит самое простейшее ветвление которое вы можете себе представить а теперь давайте посмотрим на более или менее реальный пример здесь у нас с вами отображено шесть веток на самом деле не пугайтесь это реально достаточно просто и понятно главное осознать для чего каждая ветка здесь нужна у нас всего есть пять разных веток и две ветки они по сути посвящены одному и тому же есть желтая ветка это самая главная ветка она называется мастер или мастер бренч 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 это ветка по-английски и соответственно в эту ветку вы выкладываете уже стабильно работающие версии вашего приложения или какого-то проекта но если вдруг вы выложили эту версию соответственно вас попала в appstore и тут же у вас произошел какой-то баг ну к примеру у вас пользователи не могут залогиниться в вашем проекте конечно это нужно очень быстро исправить и выложить новую версию вашего проекта для этого существует ветка hotfix hotfix переводится как горячий фикс или быстрое исправление ошибок соответственно эта ветка предназначена исключительно для вот таких случаев затем у нас есть release branch release branch это релизная ветка или ветка предназначена для релизных версий вашего приложения на самом деле в эту ветку попадает более или менее стабильной версии проекта от которых вы можете отталкиваться и эта ветка напрямую контактирует с development branch или с веткой развития или разработки development branch это самая активная ветка в ней происходит по сути вся работа от нее происходит большинство ветвлений потому что эта ветка предназначена для создания нового функционала который ответвляется ветку feature или для того чтобы делать ответвление уже в релизную ветку если разработка дошла до какой-то стабильной версии в свою очередь релизная или розовая ветка она связывается снова с мастер бренч с мастером и выкладывает туда уже готовые стабильные версии какого-то проекта вы видите что здесь у нас отображаются по сути две синие ветки можно их даже в три отдельные выделить вот одна самая длинная синяя ветка нижняя она посвящена разработке какого-то функционала который будет доступен только в версии 2.1 вы видите что она соединяет проект до версии 2.1 в то же время маленькие синие ветки они предназначены для доработки какого-то функционала до версии 2.0 и до версии 2.1 соответственно все точки которые вы видите на рисунке это по сути точки сохранения проекта например представьте что здесь работать не один человек а несколько кто-то работает над каким-то функционалом кто-то работает над исправлением бага и соответственно все эти люди породил в какую-то работу сохраняют проект и например публикует его где-то на сервере таким образом у вас происходят точки сохранения от которых вы в дальнейшем можете отталкиваться или в которые вы можете затем возвратиться и так давайте подытожим вот эти пару терминов которые только что мы с вами прошли у нас есть ветки есть коммиты коммиты это точки сохранения ветки от как раз те полоски которые вы видите на заднем экране которые чем-то даже похоже на линии метро есть у нас мастер есть ход фикс есть release development и feature это основные пять веток которые используются при создании проектов когда вы разбиваете проект на вот эти пять веток вы по сути используете гид флоу то есть именно такое распределение веток для вашего проекта и еще раз да что такое коммит коммит это точка сохранения вашего проекта если вы играли в какие-либо игры то наверняка у вас была возможность сохранить игру а затем выбрать сохраненную запись и соответственно загрузить уже какой-то конкретный этап вашей игры по сути коммит это тоже самое только по сути чуть более гибкий вариант сохранения игры и так с основными двумя мы терминами разобрались мы с вами теперь знаем для чего нам нужен гид это для того чтобы разделять развитие нашего проекта по веткам чтобы нам было удобно видеть развитие той или иной ветки проекта или исправление какого-то бага мы с вами также знаем что гид нам нужен для того чтобы мы могли вернуться по необходимости в старую версию нашего проекта что-то изменить там и соответственно соединить его с новой версии чтобы исправить тот же самый например баг на этом давайте закончим данное видео вы переварите информацию как следует я вас жду в следующем уроке